Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. После нескольких дней цена на цифровое золото постепенно снижается и сегодня стоимость биткоина опустилась ниже 12 тысяч долларов. Поражает также объем торговли биткоином за прошедшие сутки, который составил 20 миллиардов долларов. Напомним, что всего несколько дней назад цена биткоина превышала отметку в 20 тысяч и достигла своего нового исторического максимума 20 тысяч 89 долларов США. Похожую ситуацию на рынке мы наблюдали в сентябре, когда правительство Китая ввело запрет на деятельность китайских криптобирж. Объем распродаж можно легко заметить по цифрам общей капитализации рынка, что равняется 514 миллиардам долларов. Всего пару дней назад этот показатель был выше 652 миллиардов. Крупнейшая американская крипто-платформа Coinbase приостановила возможность покупки и продажи цифровых активов. Своё решение руководство компании аргументирует чрезмерным трафиком, который наблюдается сегодня во время коррекции биткоина и рынка криптовалют в целом. Представители компании заверили своих клиентов, что работают над исправлением проблемы, а также извинились за временные неудобства. Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs к июлю следующего года планирует запустить собственную торговую криптовалютную площадку. Goldman, являясь лидером финансового сектора, принял решение войти в одну из самых горячих сфер. Кроме того, финансовое учреждение является одним из самых старых в Америке. Его основали ещё 150 лет назад. Годовой доход компании составляет более 35 миллиардов долларов. В компании так много сотрудников, что ими можно заполнить целый стадион. Напомним, что на следующий год также намечен старт продаж фьючерсов на бирже Nasdaq. А теперь ещё и Goldman заявил о своих намерениях, что может иметь большие перспективы для рынка криптовалют в целом. Команда майнингового маркетплейса NiceHash сообщила о намерении вернуть пользователям все средства, которые были украдены в результате хакерской атаки. Точная дата выплаты возмещений будет названа 31 января следующего года. С 20 декабря майнеры снова смогли начать работать на NiceHash, так как функционирование сервиса было восстановлено. Найти украденные 4736 биткоинов так и не удалось. Проект намерен рассчитаться с пострадавшими пользователями из средств, которые группа инвесторов согласилась выделить именно для этих целей. Децентрализованная биржа криптовалютных деривативов DIDX пока находится в стадии разработки, но она уже успела собрать некоторую сумму на этапе сбора капитала, в частности благодаря Coinbase. Собранный капитал будет потрачен на расширение штата сотрудников, в том числе инженеров и дизайнеров, а также для работы над созданием подхода регулирования будущей платформы. Также будет инициирована аудиторская проверка, чтобы убедиться в безопасности для трейдеров. Открытый протокол DYDX построен на эфириуме и 0x с использованием смарт-контрактов. В 2018 году должен состояться запуск приватной бета-версии платформы на основе сети эфириума. А создатель ВКонтакте и Телеграма Павел Дуров готовится выпустить собственную криптовалюту под названием Gram, сообщил бывший сотрудник ВКонтакте и подчиненный Дурова Антон Розенберг. Он считает, что таким образом Дуров начнет монетизировать мессенджер Телеграм и обеспечит азиатские страны цифровой платежной системой. Новый проект будет назван ТОН – Телеграм Open Network. И уже есть первый проморолик в стилистике «Звездных войн». Платформа будет интегрирована со многими из самых популярных приложений для обмена сообщениями, пока не определено, какими именно. ТОН будет использовать так называемые «легкие кошельки». По словам Розенберга, выход на ICO обеспечит существование Телеграма, который вот уже более пяти лет приносит только расходы. А сегодня разработчики платформы PundiX, обеспечивающей торговлю криптовалютами для розничных торговых точек с помощью Proof-of-Stake устройств, объявили о начале сотрудничества с компанией Stellar, который представляет собой блокчейн с открытым исходным кодом для денежных переводов между финансовыми организациями и различными платежными системами. Сообщается, что компания PundiX в Индонезии интегрирует протокол Stellar для обеспечения более быстрых и экономически выгодных международных платежей. Сегодня разработчики биржи Binance объявили о добавлении цифровой валюты Neblio на торговую платформу. Платформа Neblio представляет собой площадку, призванную упростить и ускорить разработку и развертывание децентрализованных приложений в блокчейне Neblio, а в дальнейшем также и в других блокчейнах. Основная целевая аудитория сети Neblio – организации различного уровня. Криптовалюта Pure в настоящий момент имеет капитализацию выше 1,5 млн. при цене монеты около 50 центов. Цифровая валюта представлена только на одной торговой платформе – CoinExchange, где она торгуется за токены биткоина, согласно данным сайта CoinMarketCap. В свою очередь, платформа PureDeX представляет собой блокчейн-стартап по запуску децентрализованной peer-to-peer криптовалютной биржи с мгновенными транзакциями для любых пользователей со всего мира. В проекте будет реализована поддержка мастернод, а также анонимных транзакций. Для развертывания мастерноды пользователям необходимо приобрести и хранить на кошельке не менее 2500 токенов Pure. Сегодня платформа опубликовала дорожную карту на следующий год. А завтра ждем следующие события. Zcoin – HardFork, Neo – конференция в Пекине, Bella – новая дорожная карта, Altcom – рождественская раздача токенов, CryptoInsight – выпуск первого клиента, Alice – встреча сообщества в Токио. А на сегодня все. Каждый день мы собираем главные новости в одном месте, чтобы ты был в курсе. Подписывайся, айтюбер! Субтитры создавал DimaTorzok